всем привет всем привет я вас всех очень рада видеть на нашем прямом эфире всем привет ждем всех сегодня мы с вами поговорим о нашей недельной главе ваера про авраама о том чем авраам отличается от ноаха почему авраам более праведный чем но о том что нам не нужно впадать в крайности и о том что женщины и святые и наши дела они приведут скорее приход машеха они ускорят приход машеха всем привет и поговорим немножко о нашей недельной главе которая называется ваера мы знаем что авраам вступил в союз со всевышним он сделал обрезание себе всем своим домочадцам всем своим слугам добрый вечер всем вот он вступил в союз авраам со всевышним и сидел у себя в шатре и все вы и сказано что аврааму было очень больно и всевышний решил не послать гостей аврааму а это было очень скажем так для авраама еще больнее потому что он был гостеприимным по натуре человек и он ждал гостей он реально ждал и выглядывала никого нет и всевышний увидел что он печалится и всевышний послал ему трех ангелов и сказано что один ангел должен был рассказать о том что всевышний планирует уничтожить дом и амору второй ангел должен был рассказать царе о том что у них скоро родится сын ицхак и третий ангел должен был вылечить его и лота и спасти лота из дома и аморы и так мы видим на примере всевышний говорит авра ангел говорит аврааму что вот всевышний хочет разрушить дом и амору что делает авраам он говорит как нет шалом он говорит как нет нет не надо рушить может там есть праведники может там есть 50 праведника может и с 10 и он пытается реально спасти повлиять на всевышнего теперь проводим по параллель до когда всевышний хотел наказать ноаха поколение потопа что сделал но я построю себе ковчег все меня никто не волнует я не буду никому помогать я буду помогать только себе я себе построю ковчег и мы должны брать пример именно с авраама то что авраам он заботился о всех и ему не важно было что он спорит в этот момент со всевышним да как он как авраам может посмеять сказать всевышнему нет не уничтожай его ты вообще кто как ты можешь идти против бога но он не побоялся спасти и начать говорить со всевышним что нет нет нельзя теперь почему всевышний хотел уничтожить этот город с дом и амору почему ведь там жили жители которые они помнят что всевышний наслал потоп на землю из-за того что был жуткий разбой игры и грабеж и они поняли а чтобы не было разбой и грабежа мы не будем принимать гостей и тогда не будет грабежа потому что мы не будем никого пускать в свой город мы не будем вообще развивать гостеприимство делиться ничем и они на самом деле жители эти они реально думали что они делают хорошо они были в этом полностью полностью уверены и когда пришел ангел сказал что он всех хочет хочет уничтожить они реально не понимали как но мы же все делаем правильно и это нам говорит о том что нет не всегда если ты впадаешь в крайности ага если это нельзя так я буду это ага если в шаббат нельзя пользоваться огнем тогда ей свечи не буду вообще ничего ничего не буду делать там то есть это ты впадаешь в крайность а так нельзя вот и из-за этого всевышний и наказал жителей из дома и амору дальше 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 и более того здесь также сказано что наши слова здесь можно сделать вывод что наши слова могут воспринимать по-другому нужно очень внимательно следить за нашими словами как это видно когда пришел ангел к лоту и сказал что спасайся беги отсюда потому что ты праведник здесь и всевышний хочет уничтожить это место так он сказал стоп а это всевышний или это ты так решил а я тебе не верю потому что наверное это ты так решил и ангелы не 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 ты все не так понял это нас послал всевышний мы без него ничего не можем делать то есть лот изначально он неправильно понял слова ангелов и в это была и вся проблема то что и мы из этого учим что мы должны стараться говорить правильные вещи да если мы что-то не знаем там сказать о я не знаю я прочитаю я узнаю и так далее вот после этого говорится что у сары и авраама да рождается баруха шем и цхак их ребенок и у агарь был сын ишмаэль да и сказано что сара она была более приземленная чем авраам авраам он был больше духовным человеком он видел в людях хорошая сара была такая трезвая она видела ишмаэль плохой почему потому что он там говорит о плохом он подает плохой пример в общем он плохой и когда авраам не хотел слушать сару то всевышний сказал ему маша омерет сара шмабекола то что говорит сара ты должен слушать и принимать и из этого мы часто слушаем мы берем урок кстати что если женщина что-то говорит мужу то у нее есть какой-то дар который ей дам отдалашем потому что женщины более приземленные они более находятся во всей этой суете с детьми они больше понимают чем мужчина когда иногда он немножко да занят своими там заботами и не до конца в этой всей теме вот и еще мы последний урок который мы учим из нашей недельной главы это то что маши уже вот-вот он уже близко потому что сказано что авраам и сара они были как приближенные к маши у ближе и поэтому сара она вела такой же образ жизни как авраам она тоже принимала гостей она тоже играла огромную роль и у нас сейчас то же самое происходит женщиной например даже у нас на ваикра ну что мы преподаем это уже говорит о том что мы активничаем и помогаем распространять тору и сказано что во времена прихода маши их а именно женщины тоже будут помогать мужчинам заниматься приближением и распространением торы представляете вот поэтому вот такие у нас сегодня с вами пироги вот такие уроки и так не впадать в крайности стараться следить за своими словами мужчинам прислушиваться к своим женам и и и то что маши их уже близко нашими с вами трудами и стараниями вот всем хорошего вечера давайте вместе приближать маши эхо всем пока